Добрый день! Тема нашего урока My House, My Flat. Сегодня на уроке мы познакомимся с названиями комнат на английском языке и с названиями предметов мебели на английском языке. Итак, My House, мой дом. My Flat, моя квартира. House, дом. Flat, квартира. Комнатом по-английски будет Room. Какие же комнаты есть в доме? Первая комната, в которую мы входим, когда заходим в дом, это Hall. Hall, коридор. Bathroom, ванная. Children's room, детская комната. Bedroom, спальня. Garage, гараж. Kitchen, кухня. Sitting room, гостиная. Sitting room еще по-другому можно назвать living room. То есть sitting room это как комната для сидения, living room как для жизни, для общения с друзьями, для игр и так далее и тому подобное. И последняя комната это dining room. Dining room это столовая. Bathroom называется так, потому что там есть бас. Бас это ванная, рум комната. То есть ванная комната. Children's room. Комната для детей. Bedroom. Bed кровать. То есть комната для кровати. Спальня. Kitchen никак не расшифровывается. Sitting room. Комната для сидения. И dining room слово происходит от слова dinner. Dinner это обед. То есть dining room это столовая, там где обедают. И еще есть не комната, но balcony это балкон. Какие комнаты ты можешь видеть в доме? I can see a bedroom, a sitting room, a kitchen and a bathroom in the house. I can see a bedroom, a bathroom, a children's room, a kitchen, a dining room and a sitting room in this house. Также мы можем найти здесь кабинет. Кабинет это может быть work room. И вот эта комната у американцев или англичан называется laundry room. Laundry это стирка, как стиральная комната. Итак. Теперь перейдем к словам по теме фёнича. Фёнича по-английски это мебель. Предметы мебели. Фёнича. Теперь перейдем к подушкам. Подушка название есть pillow. Ей в принципе можно называть два вида подушек. Но в классическом английском pillow это подушка для спанья, for bedroom, для кровати, для спальни. И есть слово cushion. Cushion это подушки декоративные, которые кладутся на кресло или на диван для красоты. Итак. Pillow, cushion. A picture. Picture картина. Bed. Double deck bed. Дек вообще это палуба. Палуба на корабле. То есть этаж на корабле. Автобусы английские называются double deckеры. Которые двухэтажные. То есть автобус с двумя палубами. Так как кровать по аналогии с палубами называется double deck. То есть двухпалубная, то есть двухэтажная кровать. Double deck bed. A table. Давайте разберемся со словами table. Table вообще можно называть любой стол. Но в некоторых случаях письменный стол называют еще словом desk. В школе это точно desk, это парта. Но письменный стол еще можно называть desk. Есть еще журнальный столик. В русском языке это журнальный, как для журналов столик. А в английском языке это coffee table, как столик для кофе. Итак, еще раз. Table. Coffee table. And a desk. Существует еще прикроватная тумбочка или прикроватный столик, который называется bed table. Как столик для кровати. Чея. Ам-чея. Почему кресло называется ам-чея? Потому что у него есть подлокотники. То есть такие приспособления для рук. Ам-чея. Компьютерный или офисный стол на колесиках. А капит. Капит-ковер. Шелф. Шелф. Буккейс. Буккейс это шкаф для книжек. Но с другой стороны это сервант. И это все шкафы, где не хранится одежда. А шкаф для одежды, платьяный шкаф. Это wardrobe. It is a wardrobe. Кабот. Это навесные шкафы для кухни. Но также и где бы то ни было, то есть навесные шкафы все будут кабот. Кабот. Чест оф дроуэс. Чест оф дроуэс это комод. Название сложное, но интересное. Дело в том, что чест это сундук, а дроуэ это ящик. То есть комод расшивровывается как чест сундук с ящиками. Чест оф дроуэс. Спорт секшн. Спортивная стенка, спортивная секция по-английски. Это спорт секшн. And a бокс. Бокс-коробка. Что ты можешь видеть в этой комнате? So, I can see a desk, a flower, a sofa, cushions, a coffee table, and a carpet in this room. Предлагаю сейчас без отвлечения проговорить все слова, которые мы выучили на этом уроке. Итак, тёничья, мебель, window, окно, sofa, диван, pillow, подушка для спальни, cushion, декоративная подушка, picture, картина, bed, кровать, double deck bed, двухъярусная, двухэтажная кровать, Table, стол, обеденный стол, coffee table, журнальный маленький столик, desk, парта, рабочий стол, bed table, прикроватный столик или тумбочка, Чея, стул, амчия, кресло, компьютер чия или офис чия, стул на колесиках, Капит, ковер, шелф, полка, буккейс, шкаф для книг, wardrobe, платяный шкаф, кабот, навесной шкаф, кухонный шкаф, Chest of drawers, комод, spot section, спортивная стенка, бокс, коробка. Спасибо за внимание, встретимся ещё.